У нас жуткая была трагедия. Вы знаете ли, у нас этот Валера, водолаз, работал на дне. Чудный парень на восьмом участке. Замечательно работал, вообще очень интересный, непьющий. Короче говоря, одна наша русалочка влюбилась в него до безумия. Она остригла свои дивные русалочи волосы, сделала такую модную мужскую прическу для женщин. Надела на шейку, нашла цепочку со знаком зодиака. И просто была счастлива. Вдруг она узнает, что у него наверху жена и двое детей. Она была в таком отчаянии, она говорит, нет, я уплыву в неизвестном направлении, я поступлю по-человечески. И она действительно как в воду канула. А раки сказали дура. Сказали по-человечески так, полюбилась, добивайся. Пускай жена с детьми плывет в неизвестном направлении. Все время какие-то отрицательные эмоции. Алкоголь нас очень угнетает. Нет, у нас-то никто не пьет. Никогда не встретите пьяную навагу или нетрезвого дельфина. Нет, но выплывать на берег после выходного дня я вам не советую. Вообще бумажный мусор в таком количестве. Это, знаете, рваные, разорванные журналы. Все это покрыто совершенно. Бумага, там вообще можно собирать макулатуру в любом количестве. Вот из этих оторванных источников мы узнали, что ведется беспощадная борьба с пьянством. Я как-то выплыла на Берсенинскую набережную. Там чисто, тихо. Я выплыла, сижу, и вижу, идет молодой человек в джинсах. Но не модные, длинные волосы, борода. Ну, подсел, разговорились. Оказывается, поэт. Я говорю, я говорю... Ничего, ничего не вижу у них. Я говорю, что как все-таки интересно. Вот вы поэт, неужели вас не удивляет? Вы сидите, разговариваете с русалкой. Он говорит, а чего удивляться? С кем нам только поэтам не приходится разговаривать? Вообще, подводное царство – это не мой профиль. Потому что я сейчас пишу поэму в трех частях о троллейбусном парке. И у меня задумка – буду писать о сфере. Не йорросфере там или биосфере. Я буду писать о самой загадочной сфере бытового обслуживания. И все-таки это все, все это ерунда по сравнению с тем, что делается у нас внизу. Вы думаете, наверное, что там песок? Нет. Каждый считает, что может бросить в реку все, что угодно. В общем, дошло до того, что речной трамвай за старую газовую плиту зацепился. Жуткое было положение, собрание. Это я тоже на дне нашла. Собрание было вся, флора и фауна присутствовала. А от нас было только мы, русалки, и еще один водяной старик. Уже вся нечистая сила в красную книгу записана. На этом закончу. Сейчас я иду на погружение. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как поживаете. Пожалуйста. Я простая, обычная русалка Московской области. Алиаре проживание бассейн реки Яузы. В Москва реке меня иногда можно встретить, если спуститься с набережной вниз, там у высотного дома, сразу вниз, 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 ну, там, до самого дна и налево. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арина Зеленая АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ